Родину привет! Мне нужен свисток и секундомер Блин, я туплю, я не могу Так что, ребята, мы должны всех порвать! Мне просто сказали, одеть хорошие трусы Саня, помоги достать! Наоборот, отсыпаются Я чемпионом натуралом буду Мы потеряли Виолетту Все, козлы, работать, работать пошли Вы смотрите реалити-шоу Теперь ты в теме Сегодня у нас в гостях Была компания Атлет Стайл Дорогие друзья, каждый из вас Придя на проект Теперь ты в теме Ставил перед собой цель быть победителем Команда Атлет Стайл Желает вам успехов И награждает всех девочек лосинами Всемирно известного бренда Better Bodies Теперь победа точно будет за вами Чтобы стильно выглядеть И комфортно проводить тренировки Всем участницам Нашим героям предстоит Последняя тренировка Уже меньше недели Осталось до момента Икс Выхода на сцену чемпионата Московской области По бодибилдингу и фитнесу Все участники прошли длинный путь подготовки К своим первым соревнованиям Все тренеры дали наставление подопечным О том, как правильно подвести свою форму к турниру Особое внимание уделили позированию Ведь бодибилдинг это в первую очередь шоу И все движения должны быть выверены и отточены Команда Алексея Шаева Всем привет Осталась неделя до вашего первого серьезного старта Сегодня я вас посмотрю Оценю вашу форму Оценю, насколько вы спрогрессировали И какие меры вам надо принять Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отлично Давно наблюдал за выступающими спортсменами Я хочу так же постоять на сцене, как они Чтобы не быть просто голословным И судить их со стороны Вот у кого-то такая-такая форма Кто-то не довез Теперь я всю эту кухню знаю изнутри И на себе прочувствовал Все тяготы подготовки Я уже жду и не дождусь турнира предстоящего Хочу победить на нем Надеюсь только на победу Потому что проиграть я всегда смогу Успею лучше надеяться на победу Субтитры создавал DimaTorzok Детский От детской Вот То есть Это большой урок на жизнь Спасибо большое проекту Дальше будем работать Главное выступить Максимально показать форму На этот момент И стать не последним Детский Так в принципе все очень хорошо Вообще я из детства занималась художественной гимнастикой Я мастер спорта В дальнейшем В дальнейшем Меня судьба свела с фитнесом Очень все заинтересовала Также я мама двоих детей И чтобы постоянно быть в форме Занималась А сейчас Ну нужен какой-то Новый этап Новый шаг в своем развитии И поэтому решила попробовать себя в проекте Муж Изначально Очень категорично Говорила Нет Сейчас Поддерживает И я ему очень благодарна За это Хочу передать Привет Музыка Неделя осталась Пару шагов Сделать В принципе готов Там в начале проекта Мне говорили о залитой Не успею Свинья Жирная И так далее Ну вроде сегодняшнее позирование показало Да, мои варианты Думаю Спокойно могу претендовать на победу Чуть-чуть Если не запротачусь То в соотношении Качество будет очень высоко Надеюсь Выйти в призовые места Рекомендации пока будут для вас общие В частности Каждому напишу Всю подводку Завтра Но за завтрашний день Для вас Самое главное Выпить как можно больше воды Каждому Сколько можете Столько в себя вливаете Только воду это Старайтесь замерять То есть купите 2 себе 5 литровые баклажки И старайтесь из них Как можно больше пить Вот сколько воды Выпейте Завтра вечером Не скидывайте Количество выпитой воды Соль 10 можно Можно 15 В общем Сколько влезет Соль мы пока не отключаем То есть соль рано Выключать не нужно Иначе наполненность Вся уйдет Соль выключим Дня за 2 За 3 До турнира Если быть честным Конечно Ребятам будет тяжело На Московской области Все-таки первый опыт Какая бы хорошая форма У них не была Все равно Что-то может пойти не так Где-то они потеряются Даже сейчас При позировании Им было необходимо зеркало То есть ребята Еще не готовы Позировать Без зеркала Физики мои Они ребята Такие амбициозные Даже поручили Чересчур Очень надеюсь Что все их амбиции Реализуются Хотя Будет Очень тяжело Знаю Что готовится Тех кто Выступает Уже второй Или третий сезон Команда Sony NEX Я считаю Что мои девчонки Готовы Но не на 100% Конечно Как бы мне этого хотелось Потому что Все-таки Времени очень мало Любые соревнования Требуют Более длительной подготовки Если говорить Допустим О призовых местах Но Может быть случится Какое-то чудо И кто-то из них И займет призовое место Если я так наивно размышляюсь Вот Но все-таки Я как бы реалистка Я знаю Что это очень спонтанная И непредсказуемая категория Есть свои гуру В этой категории А чемпионат Московской области Скажем Нелегкий чемпионат Там всего три категории Ростовые Поэтому Будет сложно Попасть в призы Но мы будем стараться Хотя бы попасть в 15 финалистов Это как бы цель Привет девчонки Привет Привет Ну что вам страшно Осталось 7 дней Да капец как Да-да-да Да-да-да страшно Да-да-да страшно Что вы будете предпринимать Эту неделю Хочу-хочу Шучу На самом деле все у нас хорошо Судя по вам Все идет по плану Я думаю что у нас Получится достойно выступить Вам будут нравиться ваши фотографии Мы сделали все возможное Да и будем делать С эту неделю Оставшуюся Максимум Вообще максимум Будем выжимать Вот Хочу опять вернуться К вашему позированию Да-да-да Потому что это бесконечная тема Ее нужно постоянно 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 Отрабатывать Давайте Попробуем 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 Продолжение следует... 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 достаточно все отдыхать заболел и форма немного попортилась то есть тренировки пришлось отложить на пару дней но как бы все равно заболевший тренировался там кучу таблеток пихал в себя иммуномодулятор всякий вот но поджелудочная тоже дала знать себе общем пошли какие воспалительные процессы которые подпортили форму но я не расстраиваюсь соревнования скоро я все равно буду выкладываться по полную сейчас неделю скил воды надеюсь еще пожечь немного жира но у меня всегда надеюсь сделать коньковым произвольную программу и как бы но вывести за счет всего этого для меня главная эта сцена я раньше я уже мечтаю 17 лет выступить и все не удавалось все что-то не получалось не хватало денег да и сейчас как бы не хватает но сейчас будет энтузиазм плюс я попал на этот проект то есть у меня уже четкая цель выступить и больше ничего то есть какие бы сейчас факторы не могли меня не пытались меня сломить и все равно буду все равно буду стараться и буду выкладываться на полную и буду делать все возможное для того чтобы выйти максимально крутым на на сцену вот я не на сто процент доволен своими ребятами немного где-то может быть им не хватает какого-то упорства где-то не хватает каких-то знаний ну ничего добьемся определенный результат уже есть так что я думаю мы покажем какой-то результат определенный и в Валили надо сливать много, но я не думаю, что он будет плоский Я просто, когда на него смотрю, и просто художник очень хорошо его рисует на всем этом плане Самое тяжелое в подготовке было то, что, блин, это урезание углей на 50 каждую неделю Это было жестко Ты ходишь, тормозишь, не понимаешь, что с тобой происходит А это всего лишь навсего ты урезал 50 грамм углеводов в неделю Это жестко Кардио не привык делать ежедневно, еще где-то там по два раза в день Это сложно Цель на Московскую область выйти, получить мандраж от сцены Получить внимание, свет софитов, публика Ну и, конечно же, мечу на призовые места Ну и давайте, какие там позиции у вас Прям попу поднимайте, вот так Животик втянуло, вот, втянуло и грудь прям, хоп Ножки вместе, поближе, поближе Чуть-чуть, да, вот так вот Вот так, либо ручки вот так вот Вот так пробуем, вот так, как вам нравится Так, это вот на бедро такое, хоп Хорошо Такой небольшой такой, хоп, и ручки там А теперь пройдите немножко, погуляйте Чтобы как вы, вот идете вот Мои ожидания на этом проекте оправдались Когда я шла, я совершенно не понимала, куда я иду И на что я иду, потому что я очень давно мечтала Но никак не могла реализовать свою мечту И моя подруга Рината отправила анкету вам на проект И, собственно, этот кастинг и привезла Потому что связывались с ней, писали ей И вот так вот я и приехала сюда Поэтому я ничего не знала Это было для меня большим сюрпризом Мне просто сказали, одеть хорошие трусы Реально самым тяжелым для меня было Это тренировки То есть тренировки Сергея были 6 раз в неделю А я мама Я мама, я воспитываю ребенка одна Мне некого его, не знаю, кого его оставить И первым, чем мне пришлось пожертвовать Это ее временем Мне приходилось ее таскать с собой в зал И я очень благодарна судьбе Что она послала мне таких замечательных друзей И людей, которые сейчас окружают меня Которые практически каждый вечер тусовались с ней Сегодня Сергей Родин рассказал нам О сливе, так называемом, перед соревнованием Для меня это все было впервые полезного Очень много для себя узнала Потому что, ну, думала, что воду можно простую пить С понедельника переходим на детскую воду Для чего мы это делаем? Мы, детская вода, она меньше содержит натрия И она будет лишний натрий нас вымывать Потому что натрий наполнил, содержит воду в организме С понедельника пьем примерно 5 литров воды Начинаем как бы водную загрузку, как называется она Водная загрузка, да? Чтобы немножко раскачать нам почечки По 5 литров воды У нас выход в субботу Поэтому мы что делаем? До примерно среды мы пьем по 5 литров воды Берем прям такие баклажки и стараемся пить ее Но не факт, что вы пьете 5 литров Просто это как бы норма такая средняя Но мы пьем, ну, сколько организм может поглотить Не надо так сидеть, упиваться, там, заталкивать ее, там, блендером, там, в капельницы вставить Не надо Сколько организм потребляет, но не меньше 5 литров, да? А в субботу мы пьем всего 200 грамм воды По еде мы что делаем? Мы в понедельник у нас еще едут белковая пища Белковая, да? С клетчаткой Мы это едим до субботы До субботы, девочки, все это продолжает Здесь плетчатка и белок, яйца мы убираем примерно со среды Их не должно быть в рационе Только грудка, только грудка, никакой индейки Только сухая грудка и листья салата Индейка нельзя, да? Индейка все, она жирная Между областью и Москвой будет проходить турнир Как раз мы вписываемся в этот график Потому что Москва, область у нас будет 11-го, а вариант 17-го Поэтому мы успеваем И мы решили ребятам, я непосредственно своей командой Решил дать еще определенный опыт выступления на областных Там и всяких межрегиональных соревнованиях Это был очень большой опыт, когда ребята почерпнут для себя И найдут свои слабые места и будут ориентироваться уже дальше Команда Анны Уточкиной Девчонки все готовы У нас совсем скоро соревнования Выход на Московскую область, да? Поэтому эта неделя у нас предыдущая Было очень много кардио В общем-то, чем мы сейчас и занимаемся Очень много позинга И круговых тренировок К воскресенье, да, мы уже должны быть сухие Сухарики, выйти на сцену Блистать Нам нужно будет слить водичку Поэтому На этой неделе постепенно урезать количество воды, да? Пока составляем до двух литров Потом полтора Потом литр Потом 0,5 В первом соревновании мы, соответственно, не пьем водичку Сегодня нам дарили лосины Слушайте, ну вот честно, рекламу не люблю Но такое клевое качество Вот честно Качество очень крутое У них я уже потренировалась У меня уже сегодня было кардио Очень удобно тренироваться Самое важное, попка не потеет И все комфортно Все уже продумали по поводу образа Купальник, волосы, ресницы, лицо Все готово? Все готово Бижутерия вся куплена Думаем только насчет волос А что по поводу волос? Просто если там очень много времени Будем проводить И кудры, они расправятся Я вот, да, по-моему, в прошлом соревновании Я решила, что будут чем проще, тем лучше Если я буду прямые делать, что-то Ну да, я тоже вот по поводу, да, какого-то силового Потому что считаю, что беспроигрышный вариант Это длинные, густые волосы, да? Ну у меня прямые, например, закручиваются Когда очень жарно В принципе Я наоборот всегда в жизни Мне хочется сделать какой-то вот, ну, не как всегда На проект я пришла для мотивации Я всю жизнь занималась спортом И всегда мечтала подвести итог своей спортивной деятельности Когда я занималась многоборьем Я закончила свою карьеру Когда я выполнила норматив мастера спорта А здесь мне хочется подвести итог моих занятий Трудоемких занятий фитнесом Выходом на сцену Показать хороший результат Который я смогла добиться за эти два месяца Которые нахожусь на проекте И замотивироваться для дальнейших занятий спортом После проекта Виолетта, к сожалению, сейчас у нас травмировалась Но она не падает духом Она готовится, отдыхает Я думаю, это ей пойдет на пользу Юля тоже очень много работает над собой Я думаю, что мы выступим достойно Ань, чем мы будем грузиться? Я предлагаю зефир Уже проверенный наш вариант, да? Что это сахар Вообще-то, что нужно, нет никаких жиров Либо рис Кто не переносит зефир Белый рис, тоже предлагаю Вот все очень хорошо Пойдет Это нельзя Не надо После соревнований Можете съесть все, что хотите Да, опять же, небольшой загруз себе сделать На прошлой тренировке мы были на кроссфите у Ишанькина Я очень обрадовалась такой тренировке Потому что после тренажерного зала, где все делается с утяжелением Все делается с весом Очень было весело и интересно попрыгать, побегать Но радость моя была недолгая В общем, после разминки на упражнении я нагнулась вниз И поняла, что не могу встать обратно В итоге, в тот день мне пришлось уехать со съемок Я проторчала весь день в травмпункте В общем, у меня вылетел позвонок Действительно, травма произошла Это меня очень расстроило Три дня я просто ревела Ревела и лежала Больше мне ничего делать было нечего Думаю, что все равно выйду на Москву Не в той, конечно, форме, которую я бы хотела Так как тренировки мне все противопоказаны Максимум, что я могу делать сейчас Ходить много, крутить велосипед со следующей недели И плавать Вот это вся моя подготовка будет У меня небольшие потери в команде Мы потеряли Виолетту После функциональной тренировки у Юшанкина Она травмировалась И хорошую форму уже не покажет Так как врачи ей сказали питаться по-другому В общем, сужая она не сушится Они постепенно выходят с сушки Катя, она у нас высоких выступает У нее большой прогресс Она уже готова, мне кажется Уже высохла И немножко осталось довестись И я думаю, что на Московской области все получится Юлька У нее харизма Она очень грациозная Посмотрим Надеюсь на это Мне интересно Я заряжаюсь в мотивации какой-то Таких людей Таких, как моя команда И я сама развиваюсь в этом направлении И, соответственно, с ними мне легче Мне нравится им помогать Делиться своими знаниями, которые есть у меня Команда Андрея Макеева Ну, моя задача как тренера Своих ребят поддержать Помочь им Поэтому Все время турнира, который будет проходить Чемпионат Подмосковья Буду находиться рядом с ними Буду их поддерживать Буду утешать, если понадобится Вот Может быть, они без слез обойдутся Без скупых мужских Так, ребят Через неделю Московская область Знаете Сейчас Отпозируем Будет контрольное позирование Ну, оценим Реально, да, себя Мозки без дырок Без дырок Сегодня приезжала компания Атлет Стайл Подарили нам супер-пупер леггинсы Я таких только и мечтала Как раз только недавно Думаю, блин Какие классные хаки И тут бабах И они подарили Ну, на самом деле Все классно Питание нам подарили Леггинсы подарили Еду Карточки подарили Вообще Сказка А не проект Не успеваю Сбросить Лишние килограммы Жира Наверное Связано Либо с генетикой Либо из-за того Что у меня мало опыта Все-таки Первый раз И мой тренировочный стаж Всего два года Среди до области Это будет первый Серьезный старт Которого все так ждали Также это будет Вылет Очередной Очень жду этого турнира Хочу показать себя Свою форму Попробовать себя На реальной сцене Где будут действительно Серьезные судьи сидеть Уже такого Более высокого уровня Хочу показать свою форму Сам посмотреть Как это будет выглядеть Ну и Остаться в проекте В принципе да Мне удалось даже Немножко прибавить В массе И по объемам А при этом Качество стало лучше Я думаю что На сушке Это очень хороший результат Впереди нас ждет Самая волнительная Часть проекта Первое Настоящее соревнование Поддержим наших героев И пожелаем им Удачи Давай уголек У нас белоснежка и уголек Ха-ха-ха Скорее всего Или гречничный Гречневый Короче Вырежьте Гречневый И вставьте стукоризовый Так ребят Протеин последний В вашей Жизни Он отравленный Вы меня достали уже Уроды Я обожаю сцену Я люблю позировать Я люблю бодибилдинг Всей душой Осталась последний Неделя Я уже третий раз Говорю, что у меня бедра Похудели на 8 сантиметров А вы уже третью съемку Не вставляйте в кадр Не понимаешь, что ты говоришь Качки же немножко кили Это Ева Проверка микрофона Я не пафосная сука У меня нет айфона Я просто дома у муфона Сижу кайфово Знаю стеку с передачи Второго дома У нее же нету микрофона Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!